МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска новостей АОНПК Катрен. Федеральный сервис по поиску и заказу лекарств Аптека.ру. Здравствуйте! Это новости в студии Евгений Нифанов. Сегодня в Омске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На современном дне. Жители, желаю, чтобы вас завтра не было. Куда нам везли? Как теряют свой дом в селе и ищут угол в городе. Охота на должников. У нас в Омске производство около 6 миллионов рублей. Почему Амичи не платят за капремонт? Исчезающие поделки. Робот может передвигаться со скоростью 5 метров в секунду. Кто мастерит будущее? А также детсадовские трещины, яркий розыгрыш и новости спорта. Приватизировать жилье бесплатно можно еще год. Соответствующий федеральный закон подписал Владимир Путин. Об этом стало известно сегодня. Документ предусматривает продление срока приватизации до 1 марта 2017 года. Право на бесплатную приватизацию должно было закончиться завтра. Однако в таком случае получить квартиры в собственность не смогли бы жители аварийных домов, которые сейчас ждут переселения в новостройки. Законным правом не воспользовались бы и очередники, кто встал в жилищную очередь давно, но до сих пор не получил своих квартир, пояснили в правительстве страны. В Омске остается около 13 тысяч неприватизированных жилых помещений. Без дома и без средств к существованию в такой ситуации оказалась семья Протасовых из поселка Новоуральский Таврического района. Пожилая мать и дочь приехали в Омск в надежде решить свой жилищный вопрос у чиновников. Поселились прямо на лестничной площадке одной из городских многоэтажек. Кто же вынудил людей скитаться по подъездам? И как эта история пересекается с историей классика русской литературы Николая Гоголя? Об этом Ксения Тойчкина. Съемочную группу Валентина Протасова встретила у подъезда чужого дома, который на время стал пристанищем гостей из Таврического района. По словам женщины, своего жилья у них с пожилой мамой просто нет. Ну вот тут мы очень спим, знаете, простейшую гостевая. Женщины спят на холодном бетоне. Денег на питание нет. Не умереть с голоду помогают благотворительные организации и неравнодушные соседи. Кто кашу вынесет, кто булочку подкинет. Вместо раковины – ведро. Оно же и унитаз. Нужду справляют прямо на лестничной площадке. Куда нам в туалет ходить? По маме у детей. Мама ходит, вот. Мама, я уже сразу сама выношу, вылезу, в пятиэтажку, туда снег разруюсь, снег заруюсь, снег заруюсь, и снегом ведро ополоснусь. Незваные гости, понятное дело, неприятны жильцам многоэтажки. Мешает, даже очень мешает, понимаете. Мне их жалко, да, более, конечно. Ну, такая ситуация, тут же, отход же, место, как говорится, ходит. Надо что-то делать, мы милицию вызывали. Все против, все хотят, чтобы они отсюда ушли. Все собираются что-то делать, собираться всем подъездом и просто... Куда-то их... Протестовать, да, куда-то гонять, да. Некоторые соседи уже готовы к конкретным действиям. Уже эти жители сказали, чтобы вас завтра не было. Куда нам идти? Куда нам идти? Этот вопрос мы решили задать в жилой инспекции по Омской области. Парадокс. Но в плачевном состоянии женщины оказались по собственной воле. Эта история началась в 2002 году. Тогда дом, в котором жили Протасовы, начала регулярно подтапливать. Им предложили переселиться в соседнее здание. Постройка все равно пустовала. За пару лет проживания женщины кардинально ее изменили. К сожалению, не в лучшую сторону. Вот здесь они готовят. Это вот кухня. То есть это вот маленький проход в помещение. Подобно Гоголевскому Плюшкину, Протасы вытащили в свой дом, по их мнению, все нужное. Так он превратился в настоящую помойку, которая сгорела. Тлеющие угли из печки женщины выкинули в кучу коробок во дворе. Они-то и стали причиной пожара. Оставшись на улице, дочь пенсионерки Валентина начала требовать от администрации новое жилье. Причем новое стало главным критерием отбора. Вторичное жилье женщину не устроило. Она отмела десяток вариантов частных домов, пока ей не предложили квартиру в двухэтажке. В этой квартире проживал люди, но на тот момент, когда предлагали эту квартиру, они уехали в Омск. То есть они были нанимателями, но уехали в Омск и работали там. То есть квартира была даже с мебелью. Эту квартиру, ну так же, как и 17-ю, по Горько-18, они захламили достояние такого, что когда вот эти арендаторы решили приватизировать эту квартиру, ну то есть через суд добились их выселения, из этой квартиры было вывезено порядка двух камазов мусора. Администрация выделила Протасовым еще один дом из жилого фонда поселка. Но заселяться в него женщины категорически отказываются. Написано, что оно не соответствует всем условиям проживания. А кто выдал это заключение? Это вот на Омской областной инспекции, нашей Омской ГЖИ, Государственная жилищная инспекция, написано от 18 сентября, что не соответствует всем нормам проживания. И снова парадокс. Заключение о признании дома аварийным жилой инспекция Протасовым не выдавала. Возможно, поэтому нам его женщина показать не смогла. Она обращалась неоднократно, что признайте его, что он тоже не аварийный. Стены стоят, кровля есть, полы есть, то есть несущие конструкции, фундамент работают. В течение двух лет, то есть с 14-го года, пока она не заселялась в этот дом, ну, злоумышленники залезли в этот дом и выворотили плиту варочную из печи. На основании этого он говорит, я там не могу жить. Но опять же, если бы она там жила, там бы все это и оставалось. Более того, год назад администрации в доме был сделан ремонт, проведены коммуникации. По белкой и по краю внутри помещения проведена вода. Сектричество тоже присутствует. Для того, чтобы оно функционировало, необходимо заключить договора. Она вообще не рассматривает этот вариант. А все потому, что у Валентины Протасовой другие желания. Пусть нам тогда в Рябиновке дадут квартиру, мы областники, областной бюджет. Там люди многие не идут из-за качественного, плохого ремонта. Ну, некачественного. Мы туда согласны въехать, жить с мамой. Но такой вариант невозможен. По закону Протасовы имеют право на жилплощадь только по своей районной прописке, поселке Новоуральский. Как нам сообщил его глава Евгений Кирин, Протасовых, все-таки могут включить в программу по расселению из аварийного и ветхого жилья. Если Таврический район в нее попадет. А пока женщины должны вернуться, заселиться в выделенный им дом и подписать все документы. Ксения Тойчкина, Владимир Новолодский и Александр Филиппов. Антенна 7. Кризис коснулся строительной сферы. Возвести жилье сегодня обходится дороже. Застройщики оказались в непростой ситуации. Кто-то вынужден замедлить стройку, кто-то и вовсе свернуть новые проекты. А у Амичей сейчас особенно востребованы объекты почти готовые. Дом снаружи выглядит так, будто в нем уже живут. Внутри подведены коммуникации, завершена отделка квартир. Высокая степень готовности объекта – главное доказательство надежности застройщика. На этой стадии строительства дом в жилом комплексе Накирова. Квартиры выполнены в фирменной отделке. Что это значит? Все поверхности готовы, максимально готовы под последующую отделку. Это возможность выбора обоев на стену, возможность выбора напольного покрытия. 16 этажей, более 300 квартир. Большую часть уже купили. Ведь новое жилье в ближайшие 2-3 года может стать дефицитным. К этому приведет кризисное время в экономике страны. Жилой дом номер один сдаем уже этой весной. На сегодняшний день работы выполнены порядка 90%. Заканчиваются работы по облицовке навесного вентилируемого фасада, разбираются строительные леса, ведется покраска мест общего пользования. Все будет хорошо. Купить квартиру выгодно поможет льготная ипотечная ставка. Правда, официальный срок действия программы «Ипотека с господдержкой» определен до 1 марта. Власти пока только говорят о ее продлении. Официальных документов нет, поэтому и тянуть с покупкой не стоит. Денис Ионос, Алла Аксенова, Артем Колесников, Антенна 7. Надежды застройщиков, риэлторов и банкиров оправдались. Программу господдержки ипотечного кредитования все-таки продлили. Проект Министерства финансов России правительство страны одобрило без изменений, сообщает прислужба ведомства. Согласно документу, государство продолжит поддерживать продажи рынка недвижимости до конца этого года. Объем финансирования увеличен с 700 миллиардов до 1 триллиона рублей. При этом условия для заемщиков изменились. Ставка увеличена до 12% годовых. Несмотря на это, эксперты прогнозируют рост продаж на рынке недвижимости, где пока наблюдается затишье. Был отложенный спрос в ожидании, что, возможно, ставка меньше будет. И февраль, наверное, прошел в процессе ожидания. Многие клиенты, наоборот, притормозили свои заявки на ипотеку, что сказалось на продаже новостроек. Но, так как корректировка ставки произошла, я думаю, это сейчас отложенный спрос, он как раз и будет, эти клиенты будут обращаться. Работу регионального фонда капремонта признали неудовлетворительной. Таковы итоги совещания в правительстве. По данным отчета за 2015 год, в Омске из 113 домов, включенных в план, ремонт завершен только в одном. Зампред Станислав Кребенщиков потребовал от руководителя фонда изменить сложившееся положение до 1 апреля. Осложняют деятельность фонда должники. У нас в исковом производстве около 6 миллионов рублей. Это порядка 3,5 тысяч исков. Сумма задолженности жителей города Омской области достигла уже довольно серьезных цифр. Это 688 миллионов рублей. Новость о провале программы капремонта в 2015 году взбудоражила пользователей интернета. Зато квитанции приходят регулярно. Не плачу и платить не собираюсь. Это как фонд озеленения Луны. Все потому, что никто ни за что отвечать не хочет. На одном доме, чтобы хоть что-то согласовать, надо собрать до 10 подписей людей, которые не хотят нести ответственности. Как результат, работа, на которую надо месяц, делается и сдается до полугода. Из 113 домов, включенных в план, ремонт завершен в одном. Это прибыльнее, чем МММ в 90-е годы. Господа, вы не правы, не сталкивались с этим и не знаете. Там деньги выделяют 25%, а работ надо сделать на 100%. В условиях кризиса не все поставщики готовы давать отсрочки платежа, а потом ждать у моря погоды. Напомню, сейчас в Генеральной прокуратуре России проверяет, а законен ли нынешний механизм сбора средств на капитальный ремонт. Век роботов захватило мечей. В экспоцентре прошел Робофест. Участие в нем приняли несколько сотен омских техников от 6 до 30 лет. Зрителям фестиваля они показали свои разработки, умные машины, которые скоро изменят жизнь людей. Алла Аксенова продолжит. Здесь собирают будущее. Это девиз фестиваля, который себя полностью оправдывает. И если к роботам на земле уже привыкли, то автомат в небе – это относительная новинка. В воздух на фестивале поднялись квадрокоптеры, четырехвинтовые летательные аппараты, соорудить которые под силу каждому. Эту машину создал 16-летний Артем Павленко. Лопасти квадрокоптера вращаются со скоростью 12 тысяч оборотов в минуту. Такой большой квадрокоптер на выставке один, поэтому к нему приковано большое внимание. К тому же робот может передвигаться со скоростью 5 метров в секунду. Кстати, где он? А, вот и где. Возвращайся назад. Квадрокоптеры умеют не только летать и делать съемку, делиться Артем, а служить человеку. В городе Сыктывкаре их использовали для доставки пиццы. Кто-то пробовал возить ими письма. Амазон пытается доставлять вообще небольшие заказы при помощи коптеров. В принципе, это удобно, за этим будущее. Полеты будущего ограничат законодательство. Этой весной в России в силу вступит закон о регистрации беспилотников тяжелее 250 граммов. Но уже сейчас среди конструкторов есть неписанные правила. Я не допускаю полетов над людьми, вот в частности здесь. Меня просят летать. Я стараюсь, чтобы люди не заходили. Потому что это все-таки техника, она может отказать. Во-вторых, в городе мы не летаем в зонах, где проходит глиссада. А у нас глиссада проходит прямо над центром. Потому что если такой аппарат засосет в турбину, то будет еще то фаер-шоу. И мы не летаем в местах массовых скоплений людей. Свой коптер Андрей Кондрашкин собрал, обучаясь на станции юных техников. Управляет сам. А теперь учит и папу, как сделать так, чтобы робот летал плавно. Классно, что дети занимаются именно, когда делают руками. Сейчас век компьютеризации всего. И вот про такие вещи стали забывать уже. И вот, в общем-то, областная станция юных техников, она очень хорошо помогает развивать детей, вот именно творчески. В воздух на робофесте поднимались не только коптеры. Но и их, можно сказать, прадедушки – бумажные самолеты. Мастерству учили преподаватели станций юных техников. А запускали воздушные кораблики те, кто только начинает путь конструктора. И роботам еще покажут свои знания. Алла Аксенова, Александр Филиппов, Антенна 7. В Омске завершают ремонт недавно реконструированного детского сада. Там всего несколько месяцев спустя появились трещины на стенах. Речь об учреждении номер 266. Здание возвели 35 лет назад. В прошлом году надстроили третий и технические этажи. Надзор за работами вел Омск облстройзаказчик. На реконструкцию с федерального и регионального бюджетов отдали более 145 миллионов рублей. Но не прошло и года, а на стенах появились трещины, на потолках подтеки. Эти фото сделали эксперты Общероссийского народного фронта. Они считают, что строители не рассчитали нагрузку на несущие конструкции. Так все серьезно, потому что отпали маяки на первом этаже. То есть это, получается, я разговаривала с экспертами, то что движение здания движется, вы поймите, все, маяки отпали. Трещины разрастаются. Однако детский сад продолжает работу. Специалисты подрядчика выехали на место и опровергли предположения об ошибках в проекте. Выявлены ряд трещин в помещениях, но это трещины не в несущих конструкциях. Это внутренние перегородки. Трещины шириной раскрытия до 2 миллиметров, предположительно, носят усадочный характер. Образовавшиеся трещины строители устраняют по гарантийным обязательствам за свой счет. Работы завершат в марте. Прояснить законодательные тонкости и заручиться поддержкой властей. Организацию массовых мероприятий представители общественности обсудили со специалистами городской администрации. Масштаб собрания виден сверхотуры. Несмотря на проходящий в здании ремонт и связанные с ним неудобства, как, например, отсутствие хорошего освещения, народу собралось немало. Тема и правда важная, особенно в преддверии 300-летия Омска. Анна Касьяненко может легко разложить по полочкам процесс организации массового мероприятия, но и она признает, что помощь нужна. Я очень рада, что встреча вот эта была организована, потому что, наверное, самыми сложными и непонятными проблемами для организатора является взаимодействие с властью. Потому что это действительно большая система, там очень много законов, они очень быстро меняются. Обычно с чиновниками разговариваешь на разных языках, а тут они в глаза глядят, у них такая живая человеческая речь, ощущаешь себя человек с человеком. С каждым годом число массовых мероприятий, проводимых общественными организациями, растет. Городская администрация ратует за то, чтобы узнавать о них еще на стадии задумки, чтобы помогать общественникам. Я бы очень надеялась, что сегодняшняя встреча, она не ограничивалась теми темами, которые включены в программу, и эта площадка дала старт своеобразный для какой-то систематических встреч по разным волнующим вопросам. Поэтому мы хотим об этом ребятам рассказать и сказать, что этим необходимо пользоваться, знать об этом. И это еще один повод для того, что, может быть, кому-то из ребят решиться на более масштабные мероприятия, когда они почувствуют, что поддержки гораздо больше, чем они сегодня имеют. Такой открытый диалог между городской властью и представителями общественности первый. И пусть все проблемы за несколько часов не решить, волнующие вопросы озвучены, а значит, их решение теперь будет проще и эффективнее. Николай Евенко, Владимир Новолодский, Антенна 7. Каскад подарков устроили для покупателей в популярном торгово-выставочном центре. Акция проводилась до 23 февраля, поэтому специальные призы на этот раз приготовили мужчинам. Доставая билет, девочка даже машинально зажмуривает глаза. Розыгрыш в Каскаде – все по-честному. Главный приз – сертификат на 10 тысяч рублей. Достался Степану Щербакову. Молодой человек ехал за ним полтора часа по вечерним пробкам. Первый раз. Что-то подобное вообще выиграл в своей жизни. Нигде участия особого не принимал. Не верил, что эти маме к 8 марта куплю. Сертификаты на полторы, две и пять тысяч рублей. Также 10 постоянных покупателей-мужчин смогут пригласить своих девушек на романтический ужин. Спонсор – Каскад. Я очень рад, что выиграл подарок. Правда, не ожидал. Следующий розыгрыш пройдет 11 марта. Он называется «Каскад подарков для вас любимых», так как приурочен к весеннему празднику. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, «Антенна-7». И о спорте «Авангард». Первым из команд Восточной конференции вышел в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Успешно стартовав в домашних играх, наши хоккеисты успешно завершили серию на площадке «Нефтехимика». В Нижнекамске в четвертом матче серии на выбывание победитель определился в дополнительное время. Основное завершилось в ничью 2-2. Решающую шайбу только в шестом периоде на 103-й минуте матча забросил Денис Паршин. Сильнейшие омские бойцы ММА сегодня поделились эмоциями о первых боях сезона. Александр Шлеменко отметил несколько важных моментов. По словам спортсмена, бой с Вячеславом Василевским полностью оправдал ожидания и промоутеров, и болельщиков. В первом раунде сильнее был соперник, а второй и третий прошли с преимуществом Шлеменко. Судьи приняли абсолютно правильное решение. Шлеменко в целом доволен своими действиями. Что касается поединка Александра Сарнавски и Мурат Махачев, то это противостояние, по мнению Шлеменко, не дотянуло до статуса главного боя вечера. Александр Сарнавский согласился со словами своего тренера. Бой получился недостаточно зрелищным. К сожалению, он допустил промахи в защите от борьбы и уступил сопернику. Я должен был делать то, что мы нарабатывали на тренировке. Я этого не делал. Там были очень такие ошибки. Мы посмотрели бой с Александром. То есть, если бы все делал, то, что надо делать, все правильно, я думаю, все бы сложилось по-другому. Но все было иначе. Когда состоится следующий бой Сарнавского, пока неизвестно. Соперник Шлеменко по финальному раунду в турнире М1 определится совсем скоро. Это случится 4 марта в Санкт-Петербурге. Там пройдет второй полуфинал, в котором сразятся бразилец Майкель Фалькау и российский боец Рамазан Эмеев. Если карьера южноамериканского спортсмена сейчас на спаде и не совсем понятна, в какой он форме, то Эмеев, по словам Шлеменко, на подъеме. Боец из Дагестана хорошо сочетает борьбу с ударной техникой. Спортивное противостояние мячей с бойцами из Дагестана имеет давнюю историю. Всегда были яркие и интересные поединки. Я считаю фаворитом Рамазана Эмеева. Опять же, потому что он дерется в России, у него будет проще. Я знаю, что Фалькау не поедет сюда проходить какую-то акклиматизацию и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, все-таки Рамазан фаворит, и он выиграет. Игра мяч в мяч, отрывы, погони, великолепная поддержка болельщиков. Волейболистки и амички сыграли яркий матч с клубом «Воронеж». Победить могли обе команды. Равный старт 13-13. Игра до промахов или ошибок. К сожалению, первыми не точно сыграли наши волейболистки. Решающие розыгрыши первого сета за соперницами. Трагедия во второй партии. Амички сумели перехватить инициативу. Серия результативных атак 12-6, давление, ошибки соперниц 19-12, неожиданный провал. Волейболистки Воронежа не только отыгрались, но и выиграли партию со счетом 19-25. Провал, думаю, в том, что у нас были какие-то ошибки. И после них мы еще, ну как бы, как сказать, останавливались и больше ничего не делали. Не могли сняться, не могли принять. Ну и все вот так вот по нарастающей. Поэтому такой провал во второй партии получился. Возрождение в третьей партии. Пара результативных атак первым темпом. Успешная игра на блоке. Наши девушки повели. Воронежские волейболистки с большим трудом сравняли результат, упорное соперничество. В решающие минуты на помощь Амички пришли болельщики. Мощной поддержкой наши волейболистки на тайбрейке вырвали победу в третьем сети 27-25. Эмоционально мы поднялись, потому что весь зал хлопал, поддерживал. И это дает уверенность в себе, и ты борешься до конца. Перевести эмоции в победу не получилось. Амички три раза вели в счете в четвертом сети. Но успешные действия раз за разом перечеркивались досадными ошибками. На финише у волейболисток Воронежа лучше фланговой атаки. 20-25. Амичка проиграла матч со счетом 1-3. Сказать, что молодость, ну какая молодость, можно бить двойной блок. Если в первой партии все выполняется, четкая установка и все делается, а во второй она нет. Это опыт, это наигрывание, это мастерство. Хотя сейчас девчонкам при всех их авансах, как показать себя, других возможностей не будет. В следующий матч чемпионата волейболистки и Амички проведут на выезде. 4 марта в Красноярске наши девушки сыграют с командой Енисей. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Ну и последнее. В мире живут 4 миллиона человек, родившихся 29 февраля. И они скорее счастливчики, нежели неудачники. Во-первых, такие люди могут выбирать дату празднества между 28 февраля и 1 марта, как им удобнее. А во-вторых, могут назвать свой возраст, разделив его на 4 и при этом не соврать. Сколько Амичей родилось в этот день, узнаем завтра. А сейчас приятного вечера. Где заказать лекарь? Мам, в аптека Ру. Аптека Ру. Всегда удобный заказ медикаментов. Ой, сад во дворе, ой, сад во дворе, ой, сад во дворе расселается. Волшебство танца в Омске. 5 марта в концертном зале филармонии один из лучших танцевальных ансамблей страны. Московский государственный академический театр танца «Гжель». Удивительное хореографическое шоу. В Росювелирторг к 8 марта при покупке золотого украшения второе в подарок. Успей до 15 марта. Подробности в салонах Росювелирторг. Подарки приведут в восторг. В ЖСК «Комфорт» продает квартиры в строящемся пятиэтажном доме на 14-й чередовой 1. Сдача дома второй квартал 2016 года. Однокомнатная квартира от 1 миллиона 210 тысяч рублей. Двухкомнатная от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Телефоноделопродаж 910-358-925-235. Двухкомнатной от 1 миллиона 1000 рублей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин